машин чушь это же пластик тоже ну я пока ну а у тебя нету ващины нам в навощины сколько стоит один лист пластик 15 гривен лист а как ее топить сдираешь стамеской в кипяток все опускать кипяток или стамеской просто ну да класс всем привет друзья хочу сегодня снять видео для вас и вернее с вами начать тестировать пластиковую вощину чтобы не затягивать быстренько расскажу как и что что за вощина позвонил мне производитель сразу скажу я не покупал эту вощину позвонил производитель и сказал что мы хотим вам отправить несколько листочков вощины пластиковые для теста чтобы вы протестировали и потом нам сказали отзывы но я решил начать тестирование вместе с съемкой чтобы показывать для вас смотрите сегодня 27 апреля я уже получил эту вощину вощина это вот такая это пластик пропилен то есть это пластик с которой делается я так понимаю и бутылки которые мы пьем воду насколько мне известно его можно в кипяток она это вообще на дне деформируется тут ячейки там у них на сайте но в фейсбуке есть ну как бы человек у них там называется на пластиковая вощина и там все написано показано как они наващивают и и и как они ее отстраивают в принципе прикольная штучка такая ну не такая вощина как пластик обычный то есть как в продаже и относительно посмотрел как вроде бы как недорого мне прислали на додановскую рамку но у меня рутовская я обрезал как и рамки мне прислали вместе с рамками рамки я сбил сам здесь есть прорези тут сантиметр прорезью 10 миллиметров здесь 5 миллиметров глубиной и прислали десять штучек две не навощенных чтобы ну посмотреть как она и вот такая уже навощина как по мне она с виду как самая настоящая вощина только жесткая ну смотрите качество я не знаю видно вам качество наващивания и на солнышке она как как настоящая и что самое классное запах не передать люди походу наващивали ее это не я наващивал это мне прислали такую же наващивали забрусным воском потому что пахнет прям я не знаю не передать сейчас руках держу как настоящую вощину я ее обрезал и вставлял в рамки очень классно мне уже понравилось то что не нужно проволоки не нужно если все классно если все пойдет а мы с вами будем смотреть пойдет она или нет плюсы какие то что мы будем можно уже не покупать вощину а пользоваться своим воском покупая только вот такие листы и их самим наващивать со своего воска то есть никаких парафинов и так дальше уже не будет при этом мы будем сами знать качество нашей этой вощины и что еще хотел сказать и быстрота быстрота не надо наващивать не надо проволоки по сути удешевляется процесс но посмотрим посмотрим как она будет будем тестировать что самое прикольно вставляется в пазик просто берем пазик очень легко вставляем вставляем и защелкиваем все рамка навощенная и ее выбить ну я не знаю это надо постараться чтобы ее выбить насколько она классно там стоит и так все рамки подряд что еще я хочу сказать прислали мне 10 штучек но так как я обрезал их на рутовскую рамку меня получились отходы с отходов я также сделал ну у нас безотходное производство сделал с кусочков как видите да вот кусочки и вставил точно так же я думаю что посмотрим обязательно как она будет еще вот такой кусочек я ставил пластиковые вощины просто для отстройки посмотрим как будет строить именно и такую то есть у нас для теста получается 10 рамок из 10 рамок 8 полноценных полноценных рамок и одна рамка вот такая и одна такая чтобы это все мы контролировали в при съемке дальнейшей ну вернее как она будет это все делать мы таки напишем рамка вот такая обычная мы таки напишем пластик пластик 1 смотрите пластик 1 это у нас так будет здесь мы напишем пластик 2 пластик 10 теперь мы это все пометили мы этот весь пластик сейчас установим семьи и будем контролировать ее как бы оттяжку все поехали в семьи так друзья производитель вощины перед использованием вернее перед установкой рекомендует смачивать и вощину водой но я не знаю когда большая пасека там играться с играться с поливанием водой ну как бы не очень и есть времени поэтому попробуем наверное половину смочим водой давайте допустим от пяти до десяти то есть номерки 5 10 мы смочим водой а все остальные рамки 1 2 3 4 5 мы оставим сухими так сейчас мы освободим несколько рамочек и поставим им ващинку конечно не очень бы хотелось ну вощинку пчелы требует потому что вот есть язычки уже пошли поэтому поэтому вощину можно ставить поставить вощину можно по-разному можно в центр гнезда можно с краю гнезда кто как любит ну для теста я не знаю давайте одну я специально вот поставлю средину гнезда одну перги очень много кстати что касается так и мед у нас есть ну давайте медовую заберем медовую так медовую мы забрали у нас медовая одна есть получается у 2 заберем давайте 2 мы проводим тесты поэтому одну мы вощинку смачиваем номер 10 вощинка номер 10 пластиковая одну мы смочим и поставим в с краю гнезда с краю расплода так ну и вторую можно так сказать давайте поставим почти гнездо потому что вот эти две тоже с расплодом так номер 9 тоже смачиваем это же ставим все так это у нас есть закрываем улей почему-то без номера и запоминаем то есть сегодня 20 сегодня 27 апреля мы поставили девятую десятую вощинку с смоченную водой поехали дальше так друзья мы работаем возле 13 улья тут тоже принципе есть уже язычки пчелы хотят построить уже по потянули язычки маленькие поэтому я сюда хочу попробовать поставить вощинку знаете какую вот такую это вощинка номер один с кусочком здесь мы посмотрим как они потянут мы ставим ее на край гнезда давайте же и смочим водичкой смочим водичкой и поставим так и давайте поставим теперь же номер восемь это тоже смоченная водой которая будет все идем тестировать дальше здесь давайте поэкспериментируем с кусочков именно с кусочков с отходов посмотрим что будет с отходовать давайте тоже смочим номер 2 так есть ну и положим москитную сетку до сбора прополиса ну и все так и теперь предлагаю у меня осталось еще две штучки поставить их именно не смачивая водой маленькие отводки 6 рамочники посмотрим что там будет так друзья у нас есть 6 рамочники тут небольшие отводочки поэтому будем смотреть вот здесь здесь у нас была канди видите я не расширял не мыл не чистил к этому еще не пришло руки не доходят чем больше пчелосемей тем меньше времени так здесь расплодик есть здесь у нас все нормально поэтому матка сеет поэтому ставим в разрез вроде бы номер четыре пластиковая овощина не поливаю ее ничем так закрывай так ну и давайте уже рядом 2 что далеко не ходить тут конечно будет посильнее отводочек давайте я наверно перенесу камеру вот сюда так здесь у нас канди съели это кстати после зимы еще и даже не смотрел кстати давайте проведем ревизию вместе смотрите медок у нас есть медок здесь у нас и медок и перга и засевчик хорошо здесь у нас это шестирамочник который осенью был два по три потом я его объединил и у нас пошел зимы шестирамочник вот такой смотрите расплодик есть все все классно расплодик есть это видите пленка даже я еще толком и ничего тут не делал с ним его надо почистить помыть продезинфицировать этот улей после зимовки ну и последняя третья вощинка пластиковая ставим ее в центр все ну с медом заберем там у нас мед есть поэтому мы эту с медом поставим в ту семью и и и и и и и и Продолжение следует... Все, друзья, овощину 10 штучек мы расставили, теперь будем смотреть, как они потянут. Я думаю, через недельку, а может раньше, посмотрю. Ну что же, друзья, начался сезон, началась жара, и у нас банально не хватало времени для видеосъемок, чтобы снимать видеотесты по овощине. Ну, пару фоточек мы сделали, чтобы хотя бы завершить это видео. Что я вам скажу? Первое впечатление. Первое впечатление от пластиковой овощины сложилось у нас позитивное. Буквально через пару дней, ну не пару, там 3-4 дня я пошел смотреть овощину, и был приятно удивлен, что она оттянута. Понятно, что это был апрель месяц, уже начало мая, и пчелы жаждали, требовали как бы строить соты. Поэтому они накинулись на эту пластиковую овощину без каких-либо проблем, и овощина была оттянута. При том, при всем, в рамках был засев, пчелы, вернее матки сеяли в этих рамках, и я не увидел, чтобы пчелы как бы ощущали какой-то дискомфорт. Пчелы, матка в работе с этой овощиной. То есть проблем с оттяжкой, отстройкой овощины мы никаких не увидели. Не увидели проблем с засевом. Был засев, был расплод, все было круто. Даже попробовал я попрививаться с пластиковой овощиной, и скажу, что мне очень-очень понравилось делать прививку. Потому что с пластика было очень удобно брать шпателем, не боясь там продарявить овощину. Что способствовало к большой скорости для прививки. Что еще хочу сказать. А стройка идеальная, хорошая, матки сеяли, и пчелы носили мед. То есть проблем мы не увидели. Единственное, мы так посмотрели по ценам, и что цены вроде бы не дешевые, но мы подсчитали, что на рамке не нужно дыроколов, на рамке не нужна проволока, не нужно сверлить, не нужно втягивать проволоку, не нужно наващивать вощину. Есть свои плюсы. Поэтому плюсы еще очень большие в плане того, что можно вообще не пользоваться чужой вощиной, чужим воском. Мы можем наващивать на эту пластиковую вощину обычным своим забрусным воском. И никаких проблем у нас не будет с парафинами, антибиотиками, не знаю, и всякими там церезинами. Поэтому я увидел большой плюс. Понятно, что для большой пасеки это нужно большие затраты, чтобы обеспечить всю пасеку, но есть над чем подумать, задуматься. Понятно, что когда нет взятка, может они бы не так строили вощину, но все зависит и от наващивания. Если все будет хорошо наващено, это пластиковая вощина, то я не вижу каких-то особых проблем с ней. То есть реально нам понравилось. Поэтому, наверное, будем пробовать внедрять в свое пчеловодство, потому что уже с каждым днем вощина ухудшается, воск ухудшается. Пчеловоды по тем или иным причинам не могут получить качественную вощину. В производителей много, а поручиться можно буквально за одного-двух человек в Украине по качеству вощины. Поэтому с этим очень трудно. Ну, а так мы можем пользоваться своим воском. В принципе, вот такие коротенькие заключения. Нам понравилось, мы рекомендуем. Одно есть замечание по этой вощине, что, как по мне, для 300-й рамки она не будет подходить. Почему она не будет подходить? Потому что было на одной или двух рамок под весом, большим весом, был прогиб вощины чуть-чуть. Поэтому на 300-й рамке, я думаю, это будет очень большой прогиб. И там придется посредине боковых рамок делать какой-то, как бы укреплять чем-то. То ли скобами, то ли проволокой. Ну, что не есть, хорошо. Для 145-й и 230-й рамки, как говорится, good. Вот, как бы так. Все. Вот такое видео у нас получилось. Большое вам спасибо за просмотр. И за ваш лайк и комментарий. Все, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok